Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня мы начинаем новый курс видеоуроков по такой прекрасной библиотеке, как React.js, с нуля до джуниор-разработчика. Сначала мы рассмотрим все основы, разберемся с базовыми вещами, а дальше сделаем небольшой практический курс, чтобы проработать все моменты на практике, так скажем. Мир разработки для многих кажется неприступной крепостью, в которую нереально пробраться без обширных технических знаний. Но начать можно с малого, с Python. Это сравнительно простой язык, который уже за 9 месяцев можно с нуля освоить на курсе Faustech Web Разработчик на Python в Skill Factory. Здесь студенты разбирают специфику Python и фреймворка Django, изучают основы HTML, CSS, учатся делать сайты на JavaScript и Bootstrap. Переходите по ссылке в описании. Уже сейчас вы можете получить ценный бонус. Назовите промокод WDBlog. Менеджеру при оформлении заявки и воспользуйтесь скидкой 15% при оплате обучения. В первом видео я расскажу, что такое React, где и как он вообще применяется и вообще зачем он нужен, если есть обычный JavaScript. Далее рассмотрим установку и как это проще всего сделать. Ну и конечно же начнем разбираться с React и напишем первый код. Этот курс рассчитан на начинающих со знанием основ HTML, CSS и JavaScript. Обязательно знание основ JavaScript. В противном случае вы просто ничего не поймете, ведь React и написано в JavaScript. Здесь используются все базовые концепции данного языка и просто обязательно нужно знать, иначе будет очень много глупых вопросов в комментариях. Вы конечно можете знать его не на профессиональном уровне, ясное дело, но если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы либо пишите их в комментарии, либо сразу гуглите. Но в целом я буду все показывать по шагам и вы можете просто повторять за мной. По итогу я уверен, что понимание в любом случае придет. Начнем с того, что такое React. Это библиотека JavaScript. Обращу ваше внимание, что библиотека не фреймворк, у них есть кардинальное отличие. Используется она для создания пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс это все, что вы видите вообще на экране, а то есть фронт-энд. React использует для создания сложных фронт-энд приложений, всю логику, все действия, всю обработку кликов можно написать на React. Создан React компании Facebook в недалеком 2013 году. Итак, очень часто слышу вопрос, когда делаю видео про React, звучит он таким образом. Зачем используют React, если можно разработать веб-проект на чистом JavaScript? Тут есть небольшая деталь. React позволяет создавать очень быстрые приложения, производительность которых превышает то, что достижимо с использованием обычного JavaScript. Это достигается за счет технологии Virtual DOM. Это концепция, в которой виртуальное представление пользовательского интерфейса хранится в памяти, и в дальнейшем оно синхронизируется с настоящим DOM. Это если просто объяснить. То есть вы указываете, в каком состоянии должен находиться пользовательский интерфейс, а React добивается того, чтобы DOM соответствовал этому состоянию в дальнейшем. Еще одно преимущество React это компонентный подход. Все, что вы видите на странице, это компоненты. То есть здесь, например, может быть компонент header, далее это может быть область следующим компонентом, далее в данной области каждая колонка может быть отдельным компонентом, изображение отдельным и так далее. Со всем этим мы досконально разберемся, и все будет понятно, я вам это обещаю. Давайте поговорим о начале работы с React и создадим первое простое приложение. Многие боятся данной библиотеки и не понимают с чего начать. Для них это темный лес, и давайте с этим разберемся, ведь на самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Я буду показывать на примере с документацией. Вы сразу можете открыть, если что-то непонятно, и как бы ваше понимание будет подчеркиваться документацией. Я вообще рекомендую смотреть данный курс, и если вам что-то непонятно, то открывать также документацию. И я сделал примеры не из документации, чтобы было все понятно, а чтобы вы дополняли документации и полученные знания в данном курсе. Итак, если вы только начинаете работать с JavaScript, для начала вам необходимо установить Node.js. Переходим на сайт Node.js.org и устанавливаем... Здесь сейчас не принципиально, устанавливаете, наверное, LTS. И, в принципе, после установки Node.js вы уже можете начать работать с React. Для этого мы перейдем в документацию, и здесь у нас есть вкладка Create New React App. Его можно, конечно, подключать и через CDN, но это нам неинтересно. Мы будем создавать полноценное фронтенд-приложение. Итак, переходим во вкладку Create a New React App, и здесь у нас будут команды для выполнения и создания React-приложения. Если вы хотите работать с Node.js и с NPM, то вы можете воспользоваться данной командой, вы уже установите React, и его сразу сможете запустить. Я же вам рекомендую установить пакетный менеджер YARN, сейчас все им пользуются, и, соответственно, установить его себе на компьютер. Если вы перешли на данный сайт YARN Package.com, у вас нет здесь вкладок для установки, перейдите на классическую версию данного сайта, на нее можно перейти, кликнув здесь. И, соответственно, здесь установить YARN для вашей системы, то есть Windows, у кого Mac. Устанавливается он очень просто. Можете установить через Installer или через Choco. Кому как удобнее будет, так и устанавливайте. Ну, проще всего, наверное, будет через Installer. В общем, с этим мы разобрались. Итак, далее, что вам еще понадобится, так это умение пользоваться командной строкой. На Mac это реализовано очень просто, можно даже не заморачиваться. Правой кнопкой мыши, и здесь новый терминал по адресу папки. Насколько я помню, в Windows тоже так можно делать, только при этом надо зажимать Shift. И также у вас появляется примерно такая же надпись, новый терминал по адресу папки. Соответственно, это самый простой способ перейти к какой-то папке через терминал и оказаться сразу в ней. Далее нам нужно просто прописать команду в консоли, в нужной нам папке. Итак, если вы не хотите устанавливать yarn или у вас не получилось, то вы прописываете данную команду npx create react app, my app. Далее переходите в данную папку и далее npm start для того, чтобы запустить приложение. Мы будем использовать yarn, так будет быстрее. Для этого нам нужно прописать данную команду yarn create react app. И далее через пробел мы пишем название нашего приложения. Давайте пропишем first app. Соответственно, нам нужно подождать примерно минуту, пока оно загрузится. У кого быстрее, у кого медленнее. Соответственно, за минуту как раз, как я и сказал, все у нас установилось. Далее мы можем перейти, открыть данную папку. И здесь у нас будет папка нашего приложения. Соответственно, внутри папки у нас будет папка notemodels, public и src. Source. В public у нас будут изображения и индекс.html файл. И в src у нас будут все файлы с исходным кодом, с которыми мы в дальнейшем и будем работать. То есть сейчас у нас сгенерирована исходная структура проекта и установлены все зависимости. Давайте откроем данную папку в Visual Studio Code и уже более подробно разберемся со всеми файлами. Для начала откроем папку public. И здесь у нас будет файл index.html. Мы его не будем трогать. Совершенно мы им не будем пользоваться. Здесь у нас есть блок с идентификатором root, в который и будет как бы все у нас идти отображение. Далее перейдем в папку src. Здесь у нас есть файл index.js. В данный файл у нас идет получение данного блока из файла index.html с идентификатором root. И сюда соответственно рендерится наш компонент app. Сюда также компонент импортируется и сюда импортируется файл index.html. Ну, соответственно, с этим мы всем разберемся. Индекс css, здесь у нас прописаны какие-то базовые css стили. И далее, так как у нас используется компонент app, я чуть позже в следующем видео мы подробно разберем все компоненты, как с ними работать. Перейдем в данный компонент app.js и соответственно увидим, что у нас здесь отображено. Давайте перейдем дальше и запустим наше приложение. Делается это очень просто. Мы прописываем переход в папку first step. И далее, если у вас yarn, прописываем yarn start. Если вы используете npm, то вы прописываете данную команду. Итак, мы открыли наше приложение. React app. localhost с портом 3000. В принципе, сейчас мы давайте посмотрим, что у нас прописано. Как вы видите, данный код напоминает обычный html внутри JavaScript. Также есть блоки, также есть теги header, img, параграф, ссылки. В принципе, все то же самое. Есть некоторые отличия по типу, как вы прописывали раньше классы. Класс мы писали просто без name. Но так как класс в JavaScript это зарезервированное слово для обозначения классов, соответственно, JavaScript в объектно-ориентированном программировании. Для того, чтобы определить класс для CSS свойств, вы прописываете класс name. Но об этих отличиях мы поговорим чуть позже. Здесь у нас импортированы стили app.css. Вот они у нас. Ну и как видите, данный класс app. Вот он у нас прописан. Также класс app header. Ну, я думаю, что с этим понятно, что классы для CSS прописываются как класс name. React использует синтаксическое расширение JavaScript, которое называется JSX. И все, что вы видите сейчас на экране, это JSX, который позволяет писать HTML непосредственно в JavaScript. Один нюанс. Сразу же я вам расскажу. JSX должен возвращать только один элемент. Несколько элементов без родительского рендериться просто не будут. Давайте удалим блок div и блок header. Соответственно, в данном случае мы получим ошибку. Если мы хотим делать такую запись, нам понадобится данный оператор. Вот так мы потеряли сразу стили. Ну, в целом, я думаю, что с этим понятно. Каждый рендер у нас должен возвращать один элемент или какой-то родительский элемент. И внутри у него уже должны быть остальные дочерние компоненты. Комментарии в React ставятся так же просто. Однострочный. Так ставится многострочный. С комментариями мы будем часто работать, поэтому запомните, как отображается данная запись. В целом, я думаю, с этим мы разобрались. Давайте здесь пропишем для того, чтобы вы увидели изменения. Пропишем здесь Web Developer Block. И так же здесь. И, соответственно, увидите, как можно все кастомизировать. В целом, что я хотел еще показать в первом видео, это если вы используете Visual Studio Code, я бы вам рекомендовал для React использовать сниппеты, потому что мы будем с ними работать. Вот так вот они называются. ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets. И здесь они сразу будут отображены, потому что я буду их применять для того, чтобы не прописывать все по полдня. В целом, вот такое вот первое видео. В следующем видео мы уже научимся сразу работать с компонентами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока.